Ведение в законодательство нового состава преступлений Это не сообщение о террористическом акте Здесь достаточно спорный вопрос Потому что, например, вы едете в автобусе И слышите, что кто-то говорит, что где-то будет заложена бомба Вы звоните в органы и говорите Я вот знаю, что будет заложена бомба Вдруг люди пошутили Вас привлекут заведомо ложные сообщения Если вы не сообщите, вас привлекут за несообщение о террористическом акте Кроме того, снижается порог привлечения к уголовной ответственности И это, в общем-то, напоминает сталинский 37-й год Жители нашей страны понимают, что нас собираются ограбить Причем в очередной раз и не последний, я думаю При такой думе и при такой власти То, что мы здесь собрались, около сотни человек А остальные граждане, к сожалению, то ли считать не умеют И разбираться в экономике То ли они готовы платить по любому поводу, когда им скажут Это говорит о том, что на нас, активной части общества Вот на этих 14%, 15%, которые не согласны с нынешним курсом нашей власти Нашего правительства Лежит еще больше ответственность Мы должны быть инициаторами всех мирных протестных акций Чтобы изменить жизнь в нашей стране в лучшую сторону И во отмене этих поправок Яровой и Соловьева Которые увеличат тарифы за сотовую связь в 2-3 раза И не индексации пенсии, которые почему-то забыли проиндексировать Хотя, как мы знаем, в очередной раз Члены Совета Редекторов Государственных Корпораций Выписали себе премию по 100 миллионов рублей И получают бешеные зарплаты Хотя это государственные компании Создается впечатление, что в Госдуме и Совете Федерации Сидят люди, которые в руки не брали институцию России Продолжение следует...